Добрый день! Нам часто задают вопросы, какие нужны документы при получении ВНЖ. Сейчас я о них вам расскажу. В России на свидетельство о браке ставим апостиль, но каждый делает это в своем регионе. Для жителей Москвы и Подмосковья адрес такой. Город Москва, средний каретный переулок, дом 7. Там находится Главное управление ЗАГСа по Москве и Московской области. Услуга эта будет стоить 2500 рублей и 50 рублей комиссия, если оплачивать через банкомат. Но также можно оплатить онлайн на сайте, найдете реквизиты и там без комиссии. Перечень документов для подачи на ВНЖ такой. Свидетельство о браке, о нем мы с вами уже поговорили. Заграничный паспорт. Индивидуальный налоговый номер. Фотографии. Это их можно сделать в любом фотоателе Турции. Приходите, говорите, что вам надо на иконет. И они уже сами знают, сколько фотографий, какого размера. Но вам надо обязательно будет взять с собой флешку, чтобы они потом ваши снимки скинули на нее. Делайте медицинскую страховку. Переводите свидетельство о браке. Его надо будет перевести и заверить у нотариуса. Вот это вот все будет стоить 330 лир. И заполняйте анкету в электронном виде. Сейчас расскажу о медицинской страховке. У меня медицинская страховка обошлась 214 лир 43 куруши. Это возраст 40 плюс. Мы делали в Анкарасе горта. Но мы слышали, что до 18 лет деткам делать медицинскую страховку не надо. И после 65 лет тоже не надо ее делать. Но после получения ВНЖ обязательно надо сделать, чтобы какой-то спектр услуг вам медицинских здесь могли обязательно оказать. Для получения налогового номера вы идете в налоговую или же можно получить его онлайн на сайте. Ниже ссылку под видео мы вам прикрепим. Там необходимо указать имя мамы и папы на английском языке и адрес. Вот мы себе сделали такую пометочку, шпаргалочку. Это все делается очень быстро. Ну, минут 10 мы это все делали и получили сразу же налоговый номер. Для семей, которые с детками, им обязательно надо в России заверить, поставить апостиль на свидетельство о рождении. Из пакета услуг Дениса нам обошлась 660 лир. Но туда вошли также услуги по заполнению анкеты и плюс налог. Налог надо оплачивать обязательно и он в каждой стране свой. Это важно. Мой пакет услуг обошелся нам 990 лир. Ну, на 330 лир дороже, потому что мне надо было делать перевод и заверить нотариусу о мое свидетельство о браке. Ну, потому что я не вписана в такую. После того, как мы собрали пакет документов, нам выдают вот такой вот вид на жительство. Это регистрационная форма. Здесь прописываются все наши данные и назначается дата рандеву. У меня на 4 сентября на 11.30. Нужно будет прийти в миграционную службу и там будет проходить мое рандеву. Надеюсь, что информация была полезной. Задавайте вопросы в комментариях, а мы попробуем на них ответить. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok